Ну, к Таинству Крещения лучше всего готовиться, когда женщина еще беременна. Потому что ребенок с момента зачатия, это уже личность. Нам это может казаться удивительным и с трудом, но на самом деле это так. И когда женщина еще беременна, все, в очередной у нее младенец, будет лучше всего, если она будет часто ходить в храм, по воскресеньям обязательно исповедать грехи свои причащаться. И тогда младенец ее еще до момента рождения будет освящаться этой самой благодатью Божией, которая преподается человеку в частности в Таинстве Святой Части, если мама причащается. Кроме того, ну понятно, младенец родился. Есть мнение опять же, да, есть как бы два мнения. Крестить детей сразу же или крестить детей там через какое-то время, допустим. Ну, когда вот, как часто сейчас доводится слышать, да, повзрослеют сами определяться. Но, видите ли, в чем дело? Весь вопрос, для чего мы крестим детей. И крестим-то мы детей во искупление, во исцеление их от первого греха. Прежде всего, это то повреждение природы человеческой, которое мы получили с момента падения Адама и Евы. И сейчас всякий младенец, рождающийся на земле, в нем Бога нет, еще он не крещен. А семя зла, которое он получил в момент зачатия, последствия природного греха наших далеких прородителей, в нем уже есть. И лекарство против этого только одно, это святое крещение. Поэтому лучше всего крестить детей сразу же, давать им лекарство сразу же, не потом, когда пройдет какое-то время и неизвестно, что случится, а сразу же. И готовиться следующим образом прежде всего родителям. Родителям и тем, кого они выберут крестными восприемниками. Потому что младенец сам еще, он маленький, он еще не верит в него, что он не понимает, что с ним происходит. И поэтому крестится он по вере своих крестных, по вере своих родителей. И поэтому выбирать крестными нужно верующих людей, тех людей, кто ходит в рам, тех людей, кто молится Господу, исповедуется, причащается и главное, живет по заповеди. Потому что младенец будет в первую очередь смотреть на своих родителей, на своих крестных, пока он еще маленький. А потом уже он начнет брать пример там с инстаблогера и прочего. Понимаете? Поэтому прежде всего начать лучше с того, что жить духовной жизнью родителям, выбрать грамотных крестных и после этого, если что-то, поймите в чем дело, человек, ну обычный, вот среднестатистический житель города Костромы окрестностей, он не является доктором богословия. Он зачастую мало что знает о вере христианской, о том, зачем нужно креститься и так далее. Важно, что сейчас информация очень доступна. Нужно просто открыть интернет, даже книги не нужны. Есть интернет, если уж на то пошло. И почитать об этом. Есть огромное количество лекций в ютюбе, там Азбука Веры сайт замечательный, там Провмир, там да все что угодно. Пойти огромное количество информации. Только на сектантские не надо залезать в сайты, там такому научат, что потом уши все повянут. Начать с того, что открыть, я не знаю, там Азбука Веры и почитать. Открыть ютюб, там огласительные беседы, допустим. Можно набрать словосочетание огласительные беседы и послушать их, посмотреть. Вот с это. Понимаете? Потому что вера христианская, она веросознательная. Это акт крещения, таинство крещения, он не является автоматическим. Потому что крещение без веры в Бога, родителей и крестных пропадает впустую. Оно просто, ну это профанация таинства. Незачем оно, понимаете? Поэтому, если вы хотите, считаете, что не важно, что на шее носить, молоточек Тора там или крест или еще что-то, оберег какой-то, то лучше не крестить ребенка. Потому что вы сэкономите свои деньги, свое время и свои нервы. Незачем. Зачастую спрашивают, что спрашивают, да? А что дарить ребенку? Что ребенку, младенцу, только что покрестили, лежит он там, никого не трогает, пищит там или уже спать лег после крещения, умаявшись. Что ему подарить? Обычно дарят иконы. Ну так вот получилось, да? Вот эти ложки есть серебряные, да? Можно серебряную ложечку подарить. Ну чтобы, допустим, его там, можно этой ложкой кормили на начальном этапе. Или чтобы там поили ложечкой святой водой младенца, что тоже очень замечательно. Можно подарить серебряную такую ложицу небольшую, да? Это ничего плохого там нет, кроме хорошего. Кроме того, дарят различного рода нательные кресты, что необходимо, потому что крест есть символ нашего спасения. То есть, когда человек крестится, он принимает Христа как своего спасителя, и в знак того, что я признаю, что Христос мой спаситель, который из-за меня пошел на крест, из-за меня умер, и воскрес для того, чтобы меня спасти, да? Ввести в Царствие Небесное. В знак этого я ношу на своей шее нательный крест, который есть на самом деле святыня. И поэтому, да, 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 обычно крестные, допустим, да, приобретают нательный крестик к своему крестнице. Также икона. Обычно икона это либо святого, имя которого носит младенец там, там, я не знаю, там, Георгий Победоносец, там, Мария Египетская, там, не суть важна. Плюс ко всему, либо это ангел-хранитель, икона ангела-хранителя.